Сегодняшний обзор событий прошедшей недели мы начнем с веселого и начнем с того, что откровения ради Хабирова попали в федеральную повестку. Все мы помним о том, что на прошедшей неделе Ради Фаритович рассказал нам о том, как его накрыл религиозный восторг, когда он ждал Владимира Путина в Ургазинском районе. Увидев приближающийся кортеж Владимира Путина, Хабиров внезапно понял, что с минуты на минуту он встретится с автором статьи о братстве русского и украинских народов и чуть было не утратил контроль над организмом, но вовремя вознесенная к одному из аврамических богов молитва спасла Ради Фаритовича от позора и он справился с честью со своей задачей. Именно об этом случае зашла речь в эфире Федерального эхо Москвы. Ведущие Фельгингауэр и Плющев как-то очень уж активно оттоптались на этой теме и даже запустили творческий конкурс для радиослушателей на тему «У меня дрожат руки». У нас было творческое задание, которое формулировалось так «Аж руки трястись начинают» и взяли мы это из высказывания Ради Хабирова, который встречался тут с президентом и описывал вот этот свой подвиг смелого похода в Кремль, каким образом это произошло. Хоть и страшно, но выжил, так сказать. «Аж руки трястись начинают» — это была одна из фраз, которые он произнес, когда рассказывал об этом происшествии. И вот что вы придумали из этой фразы, которую можно было употреблять не только, собственно, в отношении этой конкретной ситуации, но и по отношению к совершенно любому другому аспекту нашей общественно-политической жизни. Сергей Архандеев. «Эх, мальчишечки, да эх, девчоночки, затряслись мои две ручоночки, вижу я кортеж, глаза туманятся, остаются лишь в ноги кланяться». Такой у меня много, ну хорошо. Это же прекрасно. Да. Ася, трясенье рук не терпит суеты. Трясись отчетливее при монаршем въезде. Тогда, быть может, усидишь на месте или, страшно вымолвить, возвысишься и ты. Маша Трифонова. «Аж руки трястись начинают» — предвестник почти революции. Крючков, Язов, Пуга, Янаев и руки трясутся, трясутся. Вспомнил. Вот, то есть, полды подошли, да? Да, Вадим, отчего трясутся руки, отчего намокли брюки? Приключился инцидент, мимо едет президент. Хорошо, мы продолжаем с Натальей Кузьминой. «Однажды в ковидную гнусную пору, вообще заход прекрасный, однажды в ковидную гнусную пору я к Путину пёрся, был сильный невроз. Гляжу на мигалки, сирены, экскорты, гляжу и белею, по коже мороз. И вот из огромного автомобиля выходит сам он, величав да богат, в огромных котлах и в костюме цивильном, огромная личность. Хоть сам... И я к небесам вдруг возвал Аллилуйя. О, Боже, небесный, спаси, обнеси. Я падаю ниц и ботинки целую, и ручки готовы баблишко косить». «Руки затряслись у меня, ноги затряслись у коня, ты дрожи, мой конь, чтобы не пропасть, верно поданных не тронгает власть». Алексей Коноплёв только что прислал. «Дядька дёргал в судорогах рукою и губами шевелил, как сом. Я-то думал, гитарист в запое». Оказалось, губернатор он. «Аркадий, аж руки трястись начинают. Так видеть, кумира не имётся. Иной, как вождя повстречает, тот просто в падучий забьётся». Ещё одно от Алексея Коноплёва, только что прочитанного. «Ночью по обочине полились, президентский вдруг кортеж промчался. У меня аж руки затряслись, а дружок мой Жорко...» Жорко, он вообще не идиот, только одного не понимает. Кто молитву к месту не прочтёт, тот потом в ручье штаны стирает. От Владислава Крэмера. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился перед ним лицом к лицу. Он подкатил на старенькой колине ко мне, как к одинокому юнцу. И без халуйства мою душу обую, и тяги в душу мне холопские явились. То предков гордый дух во мне взыграл, и задрожав коля не преклонились. И брюки Лагерфельд вспахали грязь, что по бумагам значит с асфальтом. А вдруг приметят высочайшая эту связь? Лишусь яиц и буду говорить лишальтом. О, как противно мне сия боязнь. Мне, гордому, провинциальному вельможе. И воспылала к страху неприязнь. И воспылала, как пылать лишь может. «Воспрянь!» — сказал себе я про себя. «Силён твой дух!» — сказал, конечно же, не вслух. «Воспрянь!» — подумал, попоёв, бомбя. Когда ж подошёл ко мне великий князь, я почему-то полностью втянулся в грязь. А Андрей Алексеев, завершающий, будет придумал рекламу. Да? И вы её узнаете, я уверен. «Вчера был весь на нервах Стас. Гаранто приезжало. А утром выпил. И пофиг ему стало». Помимо того, что само по себе это достаточно весело и смешно, нам было бы не лишним понять, что же произошло с господином Венедиктовым, который ещё совсем недавно трогательно опекал ради Хабирова. Вы помните, как он спасал имидж главы Республики Башкортостан после позора на Куштау. А Алексей Алексеевич, он как-то не склонен разбрасываться губернаторами. И вот этот эфир «Эхо Москвы» в Москве, конечно, говорит о многом. Теперь немного о странном. На прошедшей неделе главный поставщик тепла в дома жителей Республики Башкортостан, БашРТС выступил с громким заявлением о том, что ни одна управляющая компания в восьми городах Республики Башкортостан не готова к отопительному сезону. Представляете, ни одна, даже та управляющая компания, которая подаёт тепло в дома, в которых проживают члены правительства Республики Башкортостан. Это очень странно. Ну, что это на самом деле? Действительно надвигающаяся коммунальная катастрофа или некая превентивная мера, когда БашРТС нас предупреждает о том, что нас неминуемо ждут перетопы, недотопы и переплаты за тепло в грядущем отопительном сезоне и предупреждает о том, что нынешнее состояние приборов учёта в управляющих компаниях не позволит им по-честному опять рассчитать подачу тепла. Наверное, здесь нужно глянуть глубже и понять, является ли это заявление началом войны против Министерства жилищно-коммунального хозяйства и господина Морзаева лично. В том смысле, что мы понимаем, что сейчас будет предпринята попытка урезонить немножко поставщиков тепла, попытаться умерить их аппетит в этом сезоне, а они, конечно, этого не хотят. В общем, конечно, будем наблюдать эту всю войнушку. К сожалению, судя по всему, непонятно пока, кто в этой войне победит, но заплатим за неё всё равно мы. Но, тем не менее, хоть что-то происходит в этой сфере. Республику накрыл WorldSkirl. Этот конкурс рукодельников бушует в медийном пространстве Уфы и Республики Башкортостан. И, конечно же, в стороне не мог остаться Рустем Ахмадинуров, который с ужасом обнаружил, что он не владеет ни одной рабочей специальностью и всудорожно начал подбирать себе занятия. Безбашенный единоросс Ахмадинуров смело окунулся в рукоделие и начал публично собирать скамейки, о чём он поведал миру в своих соцсетях. Однако пытливые избиратели и наблюдатели лично подметили, что господин Ахмадинуров, как всегда, лукавит. Во-первых, он не понимает разницу между профессией плотника и столера. Скамейку он собирал молотком, шуруповёртом и ещё каким-то шанцевым инструментом. Ахмадинуров вовсе не собрал и не создал, и вовсе не сделал на самом деле эту скамейку, а, судя по всему, приобрёл готовое изделие, и читатели-зрители указывают даже, где он это сделал. В конце концов, читатели Ахмадинурова заявили даже, что готовы выплатить ему 100 тысяч рублей, либо пожертвовать на благие дела, если Рустам Маратович всё-таки соберёт подобную скамейку от и до полностью под непрерывную съёмку видеокамер. Не знаю, кто вдохновил Рустама Маратовича на подобный трудовой подвиг, то ли Святой Иосиф, то ли Папа Карла, но, в общем, конечно, получилась очередная лажа. Однако, как советовал мне один министр на прошедшей неделе, если критикую, что предлагаю, непременно последую этому совету, и в данном случае я, пожалуй, что посоветую Раде Фаритовичу немедленно изолировать господина Ахмадинурова от пользования социальными сетями, как минимум до 19 сентября, иначе всё-таки вот этот вот вождь единороссов номер два, Рустам Маратович Ахмадинуров, выведет Единую Россию в отрицательные показатели на выборах в сентябре. Напоминаю нашим подписчикам, зрителям, почитателям и недоброжелателям тоже о том, что нужно ставить лайки под нашим видео. Эти лайки являются механизмом продвижения внутри системы YouTube. Для нас это очень важно, для вас это всего лишь клик мышкой. Также напоминаю о том, что можно и помогать каналу. Всевозможными способами мы публикуем и расчётный счёт. У нас появилась возможность стать спонсорами нашего канала, и вы можете пожертвовать нам ежемесячно от 100 рублей и выше. В общем, участвуйте в жизни канала, а мы будем нести вам хорошую, новую, качественную информацию. Чем ближе выборы, тем больше мы будем о них говорить, и это естественно. Складывается впечатление, что неожиданным образом справедливая Россия становится единственным и главным соперником Единой России на выборах в Башкирии 19 сентября. Собственно, Единая Россия уже это поняла, впала в истерику и врубила административный ресурс. 26 августа в 9.00 в Кировский районный суд поступает иск на признание Минюстом результатов конференции регионального отделения «Справедливая Россия», на которой, собственно, произошёл тот самый переворот. На этой конференции, напомню, господин Амаров сместил всё руководство регионального отделения, фактически пинками выгнал их с работы и занял место господина Игнатьева. Уже в 9.03 кировский районный суд принимает решение рассмотреть иск к Минюсту и обеспечительной мерой к этому иску назначают блокировку банковского счёта регионального отделения «Справедливая Россия». Заявителем по этому странному иску стал некто Хасанов Тимур, руководитель отделения партии «Справедливая Россия» по Кировскому району города Уфы. Фигура неприметная и, очевидно, нанята. Давайте теперь попытаемся разобраться, что же произошло и чем это всё чревато. Ну, сама по себе заморозка расчётного счёта регионального отделения не значит ровным счётом ничего в контексте выборов. Кандидаты как были, так и остаются. Предвыборная борьба как была, так и остаётся. У кандидатов есть свои предвыборные счета. Они с них оплачивают все процессы. И, собственно, это такой в большей степени демарш. Ну, конечно, относительно какие-то будут трудности у регионального отделения с выплатой зарплаты сотрудникам в этот период. Но, как говорится, тут война план покажет. Однако само по себе это событие действительно знаковое. Башкортостан стал единственным в России регионом, в котором в избирательный период власти попытались заблокировать региональное отделение одной из парламентских партий. Вне всякого сомнения, партийцы «Справедливая Россия» из Башкирии будут обращаться к господину Миронову, будут обращаться с жалобами в ЦИК Российской Федерации и ЦИК РБ на подобные действия. Забавно отметить еще и то, что рассмотрение дела в суде, в Кировском районном суде, назначено на 21 сентября. Однако, по категории дел о защите избирательных прав, закон предписывает рассматривать эти дела в течение пяти рабочих дней. Ну, судья Курамшина, Кировского районного суда, конечно же, об этом не могла не знать. Однако, судя по всему, намеренно пошла на подобные нарушения. Отмечу, что это первое такое серьезное административное воздействие на партию «Справедливая Россия» в этом сезоне. И для меня нет никакого сомнения, что Белый дом, Единая Россия и вся вот эта свора очевидным образом поняли, что «Справедливая Россия» для них некая угроза на выборах. Элвин Грей и партия «Единая Россия» продолжают свои гастроли по республике Башкортостан. Поющий ртом Бурундук отрабатывает 30 миллионов серебряников, отсыпанных ему щедрой рукой ради Хабирова. И на прошедшей неделе, 27 августа, этот праздник нагрянул в город Салават. Заявлен он был как муниципальный праздник, и потому к нему попытались примкнуть и иные партии. Но иных партий у нас в республике осталась одна. «Справедливая Россия» попыталась поучаствовать в якобы муниципальном празднике. Активисты «Справедливой России», агитаторы с шариками, раздаточными материалами и на агит-машине приехали на этот праздник и встретили жесточайший отпор местной администрации. С активистов пытались срывать медицинские маски, им угрожали почему-то отправкой в армию, немедленной отправкой, это очень смешно. Автомобиль пытались блокировать и прочее, прочее. В общем, салаватцы на этой неделе повеселились на славу. Добрый вечер, дорогие салаватцы, негетар-казар. Сегодня мы привезли вам, вам любимого Эльвина Грея. Вы любите его? Да! Ну а теперь немножко страшного ужаса нашего городка. Я говорю об Уфе. Судя по всему, транспортная реформа ради Хабирова наконец-то начала давать свои плоды и результаты. Жители Инорса, например, утратили возможность без пересадочного попадания в центр Уфы и в другие районы. Я говорю о том, что на прошедшей неделе стало известно о том, что отменяются маршруты номер 226, 290 и 298, на которых жители Инорса перемещались в другие районы и в центр Уфы. Совершенно непонятно, на чем будут ездить теперь рабочие УМПО и студенты на учебу. Однако в автобусах появились объявления совершенно издевательского содержания, в которых указывается, что администрация города Уфы сочла более удобным для жителей Инорса перемещение с пересадками. А вот родители школьников в Уфе обеспокоены иными результатами деятельности Хабирова. Я говорю о реформе образования, которую тоже предпринимает господин Хабиров. Триумфально провозгласив пятидневное обучение в школах Республики Башкортостан, Ради Фаритович нисколько не подумал о том, что недостаточно ни помещений, ни учителей, ни самих школ. В результате над школами Уфы и Республики Башкортостан совершенно очевидно нависла третья смена. На прошедшей неделе родители детей 128-й уфинской школы написали коллективное гневное письмо Хабирову о том, что они не согласны и не хотят учить своих детей в третью смену в 128-й школе. И 128-я школа не единственная школа, на которую эта угроза надвигается. Очень смешно и очень наивно среагировала администрация школы, когда поняла, что родители сейчас начнут орать, шуметь и топать ногами. Администрация школы попросила родителей потребовать от администрации построить новую школу. Замечательное решение, особенно учитывая, что до начала учебного года осталась всего лишь неделя. Собственно, как будут решать проблему, непонятно. Сыпятся многочисленные обещания и заверения, но именно 1 сентября мы поймем, удалось ли избежать третьей смены в школах. Давно мы не говорили о долевом строительстве, и сегодня у меня есть два сюжета, один хороший, другой непонятный, о долевом строительстве в Уфе. Начнем с хорошего. Дольщики стройиндустрии в Иглино получат денежную компенсацию за свои квартиры. Такое решение было принято на прошедшую неделю. Долго, мучительно, как и во многих, впрочем, жилых комплексах, дольщики шли к этому решению. Там был и пожар, там было и решение о достраивании, и вот сейчас решили все-таки выплатить из средств Дома РФ за эти несчастные квартиры. За все, кроме одной квартиры, заплатят деньги. За одну из них не заплатят, потому что именно она и была той самой взяткой от застройщика местному главному архитектору. К слову сказать, оба сидят сейчас, осуждены, и застройщик, и главный архитектор района. В общем, более или менее благополучно эта история закончилась для дольщиков. Если не принимать во внимание то, что за это время квартиры дико подорожали, и на эти деньги, конечно, они теперь ничего не купят. Ну, в любом случае, я их поздравляю. Канал «Открытая политика» имел непосредственное участие и отношение к решению этой проблемы. Мы несколько раз выезжали в Иглино, мы там снимали, мы участвовали в этой проблеме. Так что это наша совместная победа. Всех поздравляю, все молодцы. А теперь о странном, о Миловском парке. На прошедшей неделе стало известно о том, что Дмитрий Комлев в ближайшие дни выходит из-под домашнего ареста, становится, в общем-то, свободным человеком. Из информированного источника стало известно, что господин Комлев рассказывает о том, как его дела существенным образом наладились, что все у него теперь хорошо, что ничего теперь ему из-за этого не будет. И более того, что он в ближайшее время ждет ради Хабирова у себя в бухте Кила, отмечаю, акцентируя внимание вот на этом, у себя. И, в общем, жизнь наладилась у Комлева. А вот что будет дальше с дольщиками Миловского парка, что будет дальше с двумя миллиардами, которые пропали бесследно на этой стройке, совершенно непонятно. Хотелось бы задать эти вопросы и господину Комлеву, и господину Качкаеву, и многим-многим причастным к этой страшной, ужасной истории. И отмечу про себя, что в этом году дольщики Миловского парка не связали свою активность с избирательной компанией, на самом деле неправильно сделали, они потеряли свой шанс снова заявить о своей проблеме и хоть сколько-нибудь приблизить ее решение. Субтитры создавал DimaTorzok